вон алоэ уже видите как покусано хорошо причем день деньской ребят не не ночь улитка ночное животное они всегда ночью тусят я посидела целыми днями смотрела если ничего делать не надо это зрелище меня завораживает их медлительность гипнотизирует если наклониться к ним туда и прислушаться там такое чавканье не умолчная вообще надо летом заняться сбором всяких коряк веточек таких вот разлапистых чтобы нужно было поставить и весь объем террариума чтобы был занят чтобы не было много пустого воздуха а именно вот чтобы им было где полазить мне же это не сложно сделать а им удобнее да конечно потом это неудобно убирать это хлопотно лучше пусть у меня будет меньше улиток но чтоб я им побольше внимания уделила я когда-то прочла что улиткам нежелательно и даже нельзя давать цитрусовые почему-то приняла это на веру что да так и есть совершенно не понимаю как я могла серьезно к этому отнестись но потом уже увидела какие иногда вещи пишут в интернете например про тех же хеликсов ну то есть все что если где-то нет информации о чем-то то обязательно появляется какая-то информация ложная вот про тех же хеликсов написали что им обязательно зимовка 6 месяцев иначе они плодиться не могут и что половозрелое состояние у них в 3-4 года наступает в общем какие-то совершеннейшие нелепости можно предположить что и про хотим тоже сам уж тина тоже красотка я хочу сказать можно предположить что и про хотим тоже ерунду пишут в общем надо все это перепроверять и фильтровать но хотя бы обычная логика но с чего бы это им вдруг нельзя цитрус там где они живут этого добра полно если упадет на дерево апельсин они что все набегут съедят и все отдадут богу душу массовая гибель улиток будет зафиксирована просто от того что мандарин свалился с дерева а их там это тысячи плодов цитрусовых оказывается на земле вон как ей нравится только потом в террариуме после этого такой специфический запах какой-то такой знаете пряный такой запах перебродившего компота апельсинового я вот думаю в принципе если им давать сочные корма можно наверно и не ставить поилку им хватает воды в плодах сочных но они так охотно пьют воду и так охотно купаются в этой поилочке господи она прямо сок пьет лапуся вот я смотрю видно как ей хорошо и обалденно и мне это передается это ж надо уметь такое удовольствие от еды получать вот простой нормальной еды кстати о простой нормальной еде вот все таки я не уверена что эти апельсины ну как бы самые лучшие может быть там тоже что-то генномодифицированное увлекаться не будем мандаринчики апельсинчики даю сладенькие и изредка только сладенькие и изредка так что у нас дальше что у нас и и и и и